Друзья, привет! В этом видео я покажу вам, как нарисовать прекрасную полуциркульную арку. Да-да, я покажу вам, как мы будем ее строить. Создаем самый обычный холст. Берем самую обычную кисточку монолиния в разделе каллиграфия, а она бесплатная. И смотрите, сейчас я вам схематично объясню, что мы будем делать. Из чего вот так вот выглядит наша полуциркульная арка? Из чего она состоит? Давайте посмотрим. Она состоит из прямоугольника и половины окружности. Чтобы проще построить, мы просто разделим, разберем нашу арку на несколько таких простых фигур и построим их. Да, и скажу еще, что самое сложное в этой арке построить вот этот именно идеальный полукруг. Но мы сейчас с вами все разберем. Итак, мы переходим в холст, направляющие, включаем их, и включаем рисование с привязкой. Далее, рисуем нашу идеальную арку. Стены, низ. Обратите внимание, стены должны заканчиваться на одной высоте, не выше, не ниже. От этого зависит конечный вариант. Далее, теперь мы создаем новый слой. Переходим в правитель направляющую. Переставляем вот эту точку вот сюда. На самую верхнюю точку нашей левой стены. И теперь поиграемся с шагом сетки. Увеличиваем ее до тех пор, пока наша арка не будет составлять ровно две клеточки. Сейчас идеально. Вот так нарисуем. Задвинула чуть-чуть, простите. Готово. Теперь у нас создан уже новый слой. Мы отмечаем. Сейчас возьму красный цвет, чтобы вам показать. Нам нужно нарисовать полукруг. Как мы его будем нарисовать? Мы отмечаем вот эти четыре точки одинаковые по одному квадратику. То есть если мы берем центр и по квадратику вправо, влево, вниз и так далее. И теперь у нас окружность должна пройти строго через эти четыре точки. Возьмем обратно черный цвет и проведем. Очень важно не отпускать руку. Задерживаем на конце, править фигуру, круг. И если у вас, так же как у меня я специально сейчас не идеально нарисовала, получилось так, что боковая часть круга чуть уже, или же наоборот чуть шире нашей арки, то мы переходим вот сюда. Обязательно включаем однородно. Вот так вот за ушки тянем и расширяем. Обратите внимание, самое важное, чтобы у нас вот эти четыре точки оставались на своих местах. В этом как бы секрет идеальности нашей арки. И теперь все, что нам остается, это удалить лишние линии. И вот наша арочка готова. Мы убираем нам ненужный слой, и чтобы это было одним целым, мы объединяем с нижним. И вот, пожалуйста, наша арка готова. Делайте с ней что хотите, украшайте, используйте в дальнейших скетчах. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, в инстаграме, в телеграме и везде, где хотите. Ну, а с вами была я, Юлия Лебедева. Пишите свои комментарии, пожелания, поздравления. И до новых встреч в новом видео. Продолжение следует...